Добрый день, меня зовут Полина, я сотрудница и аспирантка Института медико-биологических проблем РАН. Этот институт занимается медицинским обеспечением космических полетов. То есть он производит фундаментальные исследования для понимания того, как космический полет воздействует на организм человека и также разрабатывает прикладные технологии для облегчения жизни человека в космосе. Для начала нам нужно определиться, какие же факторы влияют на человека во время космического полета, в частности на его психику. Здесь рассмотрены факторы, которые влияют на человека во время полета на транспортном корабле, то есть на союзе от старта до космической станции и также факторы, влияющие на него во время пребывания на космической станции. Это постоянная опасность для жизни, как во время транспортного полета, так и во время основного полета. Невесомость — это уже на космической станции, перегрузки во время старта и полета до космической станции, постоянный шум и вибрация. Вибрация в основном на союзах во время перелета и на МКС постоянно присутствует шум от вентиляторов и работы другой техники. Также гипокинезия, то есть ограниченный объем движений. Мы с вами редко задумываемся, что даже когда мы стоим или сидим, работают некоторые группы мышц, позные мышцы, которые поддерживают позу нашего тела. Так вот, во время полета этим мышцам большую часть времени нет необходимости работать, и космонавтам приходится упорно трудиться, постоянно совершать тренировки по несколько часов в день, чтобы поддерживать мускулатуру, скелет в состоянии, способным к возвращению на Землю. Дальше перечислены пункты, которые относятся больше не к физиологии, а к психологии. Хотя и, как вы понимаете, риск жизни, и перегрузки, и гипокинезия неблагоприятны для нашей психики, не доставляют удовольствия. Но существуют также факторы, которые не так очевидны. Например, то, что люди находятся в искусственной среде обитания. На МКС все условия жизни регулируются системой. Такие условия, как температура воздуха, освещенность, воздушные потоки, влажность, уровень звука и шума. Все это зависит от аппаратуры, и все это довольно постоянно. То есть, несмотря на то, что люди находятся в полете по полгода, у них все время один и тот же климат, все время одни и те же условия существования. Это тоже неблагоприятно для психики. Наша психика привыкла к тому, что все меняется. Меняется температура, воздух, запахи, влажность, меняется погода. Во время полета этого нет, и это нехорошо для нашего сознания и нашей психики. Кроме того, они находятся в замкнутом пространстве с ограниченным объемом. Я думаю, вы можете себе представить, что это тоже довольно-таки неприятно, когда вас запрут, например, на одном этаже этого здания, поскольку МКС довольно крупный объект, размером с футбольное поле, и космонавты говорят, что порой могут даже не видеться в течение суток друг с другом, только там за завтраком или за обедом. Все-таки объем и пространство ограничены, то есть они могут посетить только какие-то конкретные места в течение полугода одни и те же. Они не могут никуда выйти, прогуляться, естественно, только во время внекорабельной деятельности, и там это отдельная тема, отдельные нагрузки и испытания для человека. Также присутствуют такие эффекты, очень сильно воздействующие на психику, как монотония и сенсорная депривация. Монотония — это однообразие. Однообразие как вызываемой искусственной средой обитания, так и однообразие деятельности, однообразие в общении с одними и теми же людьми, однообразие во многих других факторах, в пище, в том числе, в некотором роде. И сенсорная депривация — это такие условия, когда примерно то же самое, что я рассказала про искусственную среду обитания, когда поток поступающей информации для нашей психики ограничен и однообразие. Мы не получаем каких-то… Во время полета человек редко чувствует какие-то сильные, интересные запахи, кроме как физиологических и не очень приятных запахов. Редко появляются какие-то стимулы в этой среде, которые необычны, которые необычны для психики и вызывают какую-то эмоциональную реакцию. Это все приводит, все эти эффекты приводят к психической астанизации, то есть истощению ресурса нервной системы. Психическая астанизация выражается в повышенной утомляемости, в усталости, в раздражительности, в неспособности концентрироваться. Как вы понимаете, это неблагоприятно как для деятельности космонавта профессиональной, так и для взаимодействия внутри экипажа, если такие эффекты будут проявляться. Также космонавты находятся в дискомфортных условиях. У них нет возможности спать в таких условиях приятно, то есть они засыпают во время, при постоянном уровне шума, в привязанном положении, нет возможности там ощутить подушку, просто накрыться одеялом. И это все, все непривычные нашей жизни условия, они все доставляют дискомфорт и несколько ослабляют нашу психику. Также это относится и к пище, и к гигиене. То есть вы понимаете, что там на МКС нет души, есть возможность осуществлять гигиенические процедуры только специально разработанными способами, которые работают как надо и обеспечивают гигиену, но не настолько приятны, как наши бытовые привычки. И все космонавты испытывают эмоциональное напряжение во время всего этапа полета. Естественно, оно меняется во время полета, но эта профессия с повышенной ответственностью, поскольку они несут ответственность не только за себя и свою деятельность, но и за дорогостоящую аппаратуру, которая находится на борту за жизнь свою и за жизнь члена своего экипажа. Чтобы понять, как условия, которые человек испытывает во время космического полета, влияют на его психику, мы, исследователи, на первых этапах пилотируемой космонавтики анализировали условия сходные, но не во время космического полета. Например, перед первым полетом людей анализировалось исследование психологические, просто наблюдение за людьми в таких областях, как авиация, морские подводные плавания, зимовки на полярных станциях. Про изоляционные эксперименты я отдельно расскажу. В авиации мы получали сведения о том, как человек взаимодействует с аппаратурой. Операторская деятельность по управлению какой-то машиной, она сходна во многом с деятельностью космонавта. Допустим, по данным авиационной психологии мы можем получить информацию о том, о ограниченности объема внимания, о концентрации внимания, о том, как она влияет, как она меняется в ходе полета, какие факторы влияют на концентрацию, на переключаемость внимания. Кроме того, в авиации известны случаи возникновения иллюзий, когда летчики совершают некоторые маневры, в том числе с изменением с перегрузками, с изменением уровня гравитации. Все это было важно на первых этапах подготовки к космическим полетам, чтобы понимать, какие из этих случаев могут произойти во время космического полета и помешать, и привести к авариям, чтобы их все предотвратить. Это изучалось. Во время плаваний, то есть морских и подводных, также во время зимовок на полярных метеорологических станциях изучалась жизнь в коллективе. А коллектив этих экспедиций отличается от коллектива космического, потому что в космос летает обычно меньшее количество людей, то есть примерно 3-6 человек находятся на МКС на данный момент сейчас. И во время плаваний и зимовок там коллектив состоит примерно из 30 человек. То есть это немножко другие групповые процессы, но при этом это условия сходные по монотонии деятельности, по опасности среды, в случае подводной лодки это тоже искусственная среда, и групповые процессы в некотором роде тоже там пронаблюдались. Как влияет изоляция в коллективе на взаимодействие в этом коллективе и структуру группы, в том числе на ролевые функции группы. Изоляционные эксперименты, это отдельный момент, они проводились как раз перед космическими полетами в центре подготовки космонавтов. Вот здесь пример человек находится, космонавт находится в сурдокамере и выполняет тестирование на переключаемость внимания, это в лицо шута, так называемого. Сурдокамеры это такие очень небольшие по объему помещения, где ограничен поток звука, то есть полностью отсутствует звук из внешней среды, поэтому она сурдокамера. И также все условия регулируются. Люди там находились по одному человеку, по двое человек, в зависимости от того, к какому полету они готовились. Изоляционные эксперименты позволяют нам максимально точно, максимально приближенно создать условия космического полета. То есть мы можем давать людям задания те же самые, которые они должны будут выполнять во время полета. Мы можем просить их пользоваться той же самой аппаратурой, выполнять те же самые тесты и сравнить результаты изоляционных экспериментов с данными полетов, потом для выявления влияния, например, именно невесомости. Изоляционные эксперименты проходят сейчас для изучения в основном психологических и физиологических эффектов изоляции и выполнения профессиональной деятельности и происходят в качестве подготовки космонавтов. Насколько я знаю, на данный момент тоже космонавты во время космической подготовки проходят испытания абсурда камеры. На предыдущем слайде вот вы можете видеть фотографии этого Владимира Ивановича Лебедева, не путаясь с космонавтом Лебедевым. Во время прохождения морской службы в дальнейшем он занимался как раз авиационной и космической психологией и он автор нескольких замечательных научно-популярных книг по космической психологии. Вот несколько моментов из его книг, как раз относящиеся к наблюдениям в различных условиях. Например, в авиации, это первый абзац, данные из авиационных исследований показали, как должен быть ограничен объем поступающей информации для космонавта во время его профессиональной деятельности, то есть сколькими приборами он может следить в данный конкретный момент, чтобы это не приводило к происшествиям и катастрофам. Как регулировать процесс поступления информации во времени. И также здесь очень важно то, что летчики взаимодействуют с Землей, ведут переговоры с Землей и Земля контролирует полет. То же самое на МКС во время полета. Вот взаимодействие оператора на Земле и оператора летательного аппарата тоже интересная отдельная тема в космической психологии. Во время водных, во время морских походов и экспедиций на полярные станции были описаны как раз эффекты психической астанизации в изолированном коллективе. Когда без каких-то явных видимых причин, без каких-то серьезных причин для ссоры возникают конфликты, возникает внутригрупповая агрессия, это как раз влияние астанизации, влияние изоляции постоянной замкнутых жизни в замкнутом коллективе. Приводило в том числе к открытым конфликтам во время некоторых экспедиций, приводило к трагическим случаям. В космонавтике, слава богу, такого не было. Также из изоляционных экспериментов, это последний ансесс, было выявлено интересное наблюдение за тем, как влияет изоляция в контролируемая среда и управление средой на психику человека. Например, мне показалось интересным наблюдение о том, что люди, которые ничем не занимали свой досуг в как раз стрессовых условиях изоляции и сенсорной депривации, у них чаще возникали иллюзии. Иллюзии какого плана? Тоже пример из книги Лебедева. Например, возникали иллюзии, люди слышали музыку в тот момент, когда ее не воспроизводили им в колонке. То есть слуховые иллюзии, это не были галлюцинации, поскольку были шумы, которые интерпретировались нашим мозгом испытателей как музыка. То есть именно иллюзии возникали. Также проводились, долгие годы проводятся изоляционные эксперименты. Как я уже сказала, они наиболее точно позволяют создать среду для изучения влияния факторов космического полета на психику человека. Эксперименты в сурдокамерах для космонавтов. Здесь проведены несколько экспериментов, которые проводились в нашем институте совместно с другими организациями в разные годы. Год в звездолете. Это три человека находились в изоляции в очень маленьком помещении. Трое мужчин в течение года. Исследовалось как раз взаимодействие. Они проводили биологические тесты, проводили психологические исследования на себе. И за ними постоянно наблюдали. По данным этого эксперимента было понятно, что людям тяжело находиться в изоляции друг с другом в течение длительного времени. То есть, несмотря на то, что эффект эксперимента прошел успешно, все задачи были выполнены. Некоторый дискомфорт от взаимоотношений друг с другом все-таки у людей остался. Дальше эксперименты ХЮБИС и КАПСИ. ХЮБИС был проведен для моделирования как раз условий искусственной среды и отработки средств медицинской профилактики и поддержки для полета на МКС первого европейского космонавта. Хотя в эксперименте участвовали наши исследователи, в том числе по доброй традиции сотрудники нашего института. Эксперимент ХЮБИС был направлен на изучение влияния среды, искусственной среды на психику человека. То есть, как создать наиболее комфортную для человека среду искусственную, наиболее благоприятную. И как менять условия, то есть меняли условия среды, чтобы понять, как это влияет на психологию. Эксперимент СФИНКС был направлен... Он предшествовал деятельности на Международной космической станции запуска МКС и моделировалось как раз условия обитания жизни на МКС, когда в течение всего эксперимента был постоянный экипаж в изоляции, и к нему через некоторое время, на некоторые периоды присоединился экипажи посещения, небольшие группы. В том числе это был международный эксперимент. Там принимали участие представители разных стран и принимала участие одна женщина. В том числе исследовался данный фактор, как присутствие женщины в мужском экипаже влияет на поведение и взаимодействие в коллективе. Было показано, что по данным эксперимента СФИНКС и по данным многочисленных полетов женщин на МКС и МИР, мы знаем, что присутствие женщины в мужском экипаже может влиять как положительно, так и отрезательно. С одной стороны может провоцировать конфликты, с другой стороны может повышать продуктивность деятельности. И очень хороший эксперимент, очень интересный эксперимент Марс-500. Он тоже проводился в нашем институте. В 2010-2011 году был заключительный этап эксперимента, когда в течение 520 суток экипаж из шести мужчин находился в изоляции в наземном экспериментальном комплексе нашего института. Моделировался полет к Марсу, то есть 520 суток – это примерно длительность расчетная того, сколько займет полет к Марсу, облет вокруг Марса, спуск. Часть экипажа отделялась, моделировался выход на поверхность, сбор грунта, установка флага и возвращение обратно на Землю. Эксперимент прошел удачно, то есть методы психологического отбора и психологической поддержки показали себя успешными в этом эксперименте, поскольку не было конфликтов, не возникло. Экипаж выполнил все задачи прекрасно и мы очень горды этим экспериментом. Также здесь я представила эксперимент «Луна-2015», проходил в прошлом году у нас в институте. Это краткосрочный эксперимент, несопоставимый по длительности с представленными. Отличался тем, что в эксперименте принимали участие молодые сотрудницы нашего института. В том числе мне посчастливилось принять участие и испытать на себе эффекты изоляции, пребывания в изолированной группе и психической автонизации. Я хочу познакомить вас также с базами, на которых проводится изоляционный эксперимент. Они присутствуют не только в нашей стране. В последнее время они появились во многих базах, во многих исследовательских институтах. Вот здесь схематически представлен НЭК, наземно-экспериментальный комплекс и МПП РАН. Он находится в Москве, в нашем институте. Также у нас в институте есть барокамеры, в которых можно испытывать не только влияние разного уровня давления на человека, но и изоляционные эксперименты тоже там проводились. Также здесь представлены базы зарубежные. База HiSIS – это база на Гавайях, Гавайского института. Там сейчас проводится, по-моему, годовой изоляционный эксперимент. Там смешанный экипаж, то есть международный и смешанный по половому признаку. Модули ГЕРА – это вот этот модуль. Это модули НАСА, в нем проводятся тоже изоляционные эксперименты. Там меньшее количество участников, по-моему, то ли три, то ли четыре. Там проходит несколько экспериментов в год. Лунный дворец Китайского космического агентства. Здесь вы можете видеть, что здесь есть отдельная оранжерея. Исследуется психологическое воздействие, взаимодействие с растениями на человека, поскольку растения во время полета являются таким некоторым фактором психологической поддержки. С ними приятно взаимодействовать. И космонавты с радостью проводят эксперименты, например, связанные с растением и выращиванием различных культур. И база марсианского общества. Марсианское общество – это международная организация, поставившая себе целью покорения Марса. И у них есть две базы – в пустыне штата Юта и в Канадской Арктике на необитаемом острове Деван. В прошедшем году наш институт сотрудничал с марсианским обществом. Россиянка Анастасия Степанова принимала участие в трехмесячном изоляционном эксперименте. Вот сейчас мы обрабатываем данные из этого эксперимента. Как вы можете видеть, большинство баз, хайсис, марсианское общество и лунный дворец, они моделируют на планетные станции. То есть станции обитания людей на спутнике Земли или на Марсе, например. Они выбирают для этого… Здесь вы можете видеть, что выбраны места с пейзажем, повторяющим примерно картину на Марсе. И испытатели во время эксперимента выходят из этих модулей только в скафандрах, не реальных скафандрах, а моделях скафандров. То есть это позволяет изучать не только взаимодействие внутри изолированного модуля, но и изучать аппаратуру – скафандры, роверы для транспортировки. Собственно, все эти модули рассчитаны не только на психологические эксперименты, на испытания аппаратуры и медицинских приборов в том числе. Переходим к психологическим эффектам. Пребывание в группе, как таковой в любой группе, оказывает влияние на человека. Вы можете это знать по себе. Вы знаете, что в каждой разной группе, в каждом коллективе вы видите себя немножко по-разному. И в одиночестве вы чувствуете себя по-другому, чем в коллективе. И для изолированной группы все эффекты пребывания в группе также являются актуальными и иногда зачастую усиливаются даже. Это такие факторы, как наличие общих целей для группы, чёткая дифференциация ролей в коллективе, наличие представления друг о друге, понимание, что за человек с тобой находится рядом, наличие взаимосвязей и взаимоотношений, постоянное взаимодействие в коллективе, выработка общих норм и правил поведения, общей культуры деятельности происходит в коллективе через некоторое время после его формирования. И при успешном сплочённом коллективе возникает солидарность, моральное единство, сплочённость и групповая поддержка. Это подтверждалось также данными изоляционных экспериментов и походов. Например, в экспедициях экипажа лодок РА и Тигрис врач Юрий Сенкевич описывал такие эффекты, что наличие общих целей, взаимодействие в экипаже привело не только к сближению психологическому, но и люди становились похожи в способах решения задач, в стиле поведения, в идеях, в представлениях, в ценностях и также во внешнем облике. Есть несколько психологических эффектов пребывания в группе, которые тоже могут усиливаться во время стресса и во время изоляции. Это эффекты психической аффилиации и социальной поддержки. Человек во время стресса, ему легче переносить стресс и негативные воздействия в группе. То есть присутствие в группе, нахождение в группе снижает воздействие стресса, поскольку даёт ощущение контроля над ситуацией. Ну, можете представить, что вместе нам легче справиться с трудностями, чем с трудностями, чем поодиночке. И под воздействием стресса идентификация с группой может усиливаться. То есть соотнесение с групповыми целями, представление о себе как участнике группы усиливается. Социальная поддержка, то есть это обратная сторона той же медали. Группа осуществляет поддержку человека во время сенсорной стрессовой ситуации и выступляет гарантом безопасности. Также есть два фактора, таких как ингрупповой фаворитизм и аутогрупповая агрессия. Когда человек находится в группе, в любой группе, опять же не только изолированной, особенно в сплочённом коллективе, существует такое представление о том, что те люди, которые находятся с ним в этой группе, они более хорошие люди, более умные, может быть более красивые. То есть они оцениваются лучше, чем представители других групп, то есть не участники этой группы и представители других особенно конкурирующих групп. И зачастую это отражается в аутогрупповой агрессии, когда участники своей группы оцениваются как очень хорошие, очень положительные, а участники от остальных групп, в том числе конкурирующих или групп, с которыми происходит взаимодействие, оцениваются как не такие хорошие. То есть их цели и ценности являются не такими ценными, как цели и ценности этой группы. То есть вы понимаете, что зачастую эта оценка не имеет под собой каких-то реальных условий. Это просто эффект пребывания в группе. Это может проявляться, например, во время космического полета тем, что если совершает ошибку космонавт, то другие космонавты скорее будут защищать его перед специалистами Центром управления полетов, будут говорить, что вы сами нам неправильно послали радиограмму, вы ошиблись, сообщили слишком поздно, чем будут обвинять участника своей группы. В том числе это может доходить до аутогрупповой агрессии. То есть если назревает конфликт в экипаже, он может выливаться не на члены своего экипажа, не на члены своей группы, а на представителей группы, которая управляет экспериментом, например, снаружи Центра управления полетов или контрольная группа в эксперименте. Также присутствуют различия между людьми. Их нужно учитывать. Различия культуры. Причем здесь важно учитывать культуры не только национальные, но и культуры профессиональные. То есть, например, эксперименты, опять же, взятые из авиационной психологии. Летчики разных национальностей, они имели абсолютно разное представление о том, какой риск приемлем, как лучше управлять и командовать подчиненными, как нужно управлять аппаратурой и стиль просто деятельности был разный, и насколько нужно вообще подчиняться правилам. При этом на МКС, например, в космических полетах принимают участие люди, космонавты все относятся к разным профессиям. То есть первая профессия у космонавтов бывает разная. Это бывают инженеры, бывают военные летчики. Вы понимаете, что это совсем разная база, совсем разная профессиональная культура. И это тоже относится к деятельности, относится к взаимодействию внутри экипажа, внутри коллектива и подчинению как бы вышестоящим стилям командования в том числе. Что же делают психологи космические, чтобы облегчить жизнь космонавтам во время космического полета? Эта подготовка начинается еще на этапе отборов космонавта. Претенденты в космонавты проходят сложные испытания. Они отбираются по многим требованиям, в том числе даже анкетные требования по возрасту, по деятельности, по профессии первой, например, военные летчики. Они уже обладают какими-то нужными, необходимыми космонавту психологическими особенностями. Но, кроме того, во время отбора космонавты проходят тесты психологические, психиатрические. За ними постоянно во время всех испытаний проводятся наблюдения, анализируется их поведение в стрессовых условиях, насколько они могут справляться с этими условиями. Когда они уже прошли отбор и начинается обучение по профессии космонавта, они проходят еще большее количество испытаний, тренировок, и проходят очень длительное обучение. И во время этих тренировок и испытаний они не только как бы тестируются и тренируют профессиональные навыки, то есть операторскую деятельность или парашютные прыжки, они также вырабатывают необходимые свойства психологические. Устойчивость стресса во время стресса, контроль за своим состоянием эмоциональным и взаимодействие в коллективе в стрессовых условиях. И на этапе по экипажной подготовке они проходят подготовку уже в составе группы, которая в дальнейшем отправится на МКС. То есть они проходят, например, тренировки на выживаемость в различных условиях, например, при посадке на воду или в пустынную местность в тайгу зимой. И во время этих испытаний коллектив еще лучше узнает друг друга, люди видят друг друга в стрессовой ситуации, видят, как они сами реагируют на такую стрессовую ситуацию и учатся взаимодействовать друг с другом в таких условиях и учатся контролировать свое поведение в таких условиях. Здесь представлены отрывки из интервью космонавта Сергея Рязанского. Он как раз говорит о том, что несмотря на то, что люди готовятся, проходят отбор, и не всегда у космических агентств есть возможность сформировать экипаж, исходя из совместимости членов экипажа друг с другом. Например, если космонавт обучался по специальной программе, и эксперименты, которым он обучался, должны быть проведены в определенный срок, даже если он несовместим психологически, даже если понятно, что могут возникнуть конфликтные ситуации с остальными членами экипажа, он, скорее всего, полетит в этом экипаже, потому что иначе сорвется вся программа полета. Поэтому космонавты учатся взаимодействовать так, чтобы конфликтов не происходило. Из своего короткого и маленького опыта могу сказать, что действительно в ходе изоляции, если назревает какое-то недопонимание или какая-то конфликтная ситуация, есть ощущение, что невозможно поссориться. Невозможно поссориться с человеком, от которого ты не можешь куда уйти, никуда уйти. То есть невозможно перейти на открытый конфликт, потому что его никак нельзя будет разрешить, нельзя будет удалиться от этого человека. И нужно найти способ перенастроиться самому и спокойно решить возникшие неприятности. При этом космонавты — это люди, высоко мотивированные на решение всех трудностей, на прохождение всех испытаний, поскольку это очень конкурентная среда. И если, опять же, из интервью Сергея Рязанского он описывает, что если человек перестает развиваться, перестает тренироваться, дает слабину, то он может потерять свое место в отряде, он может потерять свои возможности, исполнить свою мечту. Во время полета психологи поддерживают экипаж различными способами и обеспечивают им поддержку. Значит, во-первых, специальная группа следит за тем, чтобы космонавты соблюдали оптимальный режим труда и отдыха, не перерабатывали, нормально высыпались по возможности. И если у них идет перенагрузка, им дается, то есть регулируется, чтобы у них был выходной, например, после разгрузки транспортного корабля, когда они могли там не спать всю ночь или спать очень мало. Также специальная группа, в том числе сотрудники нашего института, заботятся о том, чтобы космонавты обеспечили себе досуг. Им посылаются фильмы, сериалы, музыка, сообщаются постоянно новости, радиопередачи, все по интересам космонавта. То есть каждый космонавт по своему вкусу делает заказ и ему предоставляется соответствующий контент. Также их профессиональная деятельность может приносить удовольствие. Зачастую космонавты говорят, что хотели бы, чтобы их деятельность была больше связана с научными экспериментами, а не, например, с техническими инженерными задачами, когда нужно что-то ремонтировать, чинить, потому что научные эксперименты интереснее. И это тоже как фактор психологической поддержки. Также космонавты всегда рады, когда есть задача по фотографированию Земли, потому что это и креативная, и интересная задача. Вот здесь вы можете видеть, здесь вообще три фотографии из инстаграма астронавта Скотта Келли, который участвовал в годовом эксперименте. Сейчас космонавты, многие российские космонавты ведут блоги, ведут блоги в инстаграм, астронавты тоже. И зачастую они очень интересные, в том числе там есть просто потрясающая красота изображения. Это тоже как фактор самоподдержки космонавтов. То есть они общаются с пользователями, получают очень много положительных отзывов на свою деятельность, очень много лайков. Также сами космонавты и группы психологической поддержки готовят подарки и готовят проведение праздников на МКС. Космонавты перед полетом заранее готовят подарки для членов своего экипажа на их день рождения, устраивают шутки, розыгрыши, которые снимают это в том числе на видео и выкладывают в интернет. Также они всегда очень рады посылкам. Например, это довольно редко есть возможность, с каждым новым транспортным кораблем есть возможность послать на МКС свежие фрукты и овощи. Это вкусные и приятные вещи, это тоже фактор психологической поддержки, просто свежие фрукты и овощи и несублимированная пища. Хотя, опять же, на благо психики человеческой, у космонавтов наиболее разнообразны, насколько это возможно, рацион питания. Он повторяется. То есть одинаковую пищу они получают раз в 14 дней, то есть 14-суточный режим питания. Также у космонавтов есть возможность приватного общения с семьей и приватного общения с психологами. Здесь хотел бы еще отметить, что командир экипажа – это человек, который прошел ту же самую подготовку, что и все остальные члены экипажа, просто немного больше. То есть это люди с почти одинаковым опытом. Иногда зачастую командир экипажа может быть младше некоторых членов экипажа. И поэтому в условиях космического полета невозможен авторитарный стиль руководства группой. То есть только деловой, только на равных общение происходит в условиях уважения и доверия друг другу. И в заключение я хотела бы рассказать вам. Несколько месяцев назад проходила встреча космических психологов, разных космических агентств в Москве, в Музее космонавтики. И в конце они выделили основные направления, которые интересны космической психологии сейчас, которые относятся, например, к будущим космическим полетам, к полетам на другую планету. Нам интересно, какими методами мы можем распознать признаки неблагоприятного эмоционального состояния, начинающейся депрессии, стресса у космонавтов во время длительного полета. То есть какие маркеры есть у стресса и какие маркеры есть у просто отрицательного эмоционального состояния. Пытаются это понять по изменению голоса, изменению речи, просто набора слов, контент-анализ речи и тому подобное. То есть в том числе изменение зрачка во время выполнения операторских задач и так далее. Отдельный вопрос – это влияние жесткой радиации на когнитивные функции человека, поскольку если будет межпланетный полет, человек вылетит за пределы радиационного поля Земли, если он будет подвержен жесткому излучению радиации, как это повлияет на его когнитивные функции. Также интересно, как будут сохраняться навыки управления, навыки операторской деятельности, навыки, например, посадки на другую планету, которую космонавт тренировал на Земле. Как они будут сохраняться во время длительного полета и сможет ли человек выполнить грамотную посадку через год полета, например, и как их лучше тренировать во время межпланетного полета. Также при длительном полете, при дальнем полете будет проходить задержка связи, то есть невозможно будет прямое общение с Центром управления полета и космонавтами, я имею в виду речь. То есть мы не сможем просто разговаривать друг с другом, будет задержка связи, доходящая, например, до 18 минут. То есть остается возможность только для текстовых сообщений, переписки и для записи видеообращений. То есть и отдельный вопрос, как при этом будет изменяться, как при этом будет возможность психологической поддержки общения с Землей. И интересный вопрос — это взаимодействие с роботами. насколько люди готовы взаимодействовать с роботами, как это повлияет на них, в том числе с искусственным интеллектом. В конце представлю несколько книг научно-популярных, в которых вы можете ознакомиться с интересными случаями из летной практики, из космической практики и походов, как такие экстремальные условия влияют на психику человека. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.